Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. Мы с вами уже много делали поделок и игрушек к Новому году. Но самый главный герой Нового года это Дедушка Мороз. Сегодня мы сделаем Деда Мороза, который будет украшать ваши новогодние праздники не один год. Друзья, вначале хочу показать вам старенького Деда Мороза, которого я сшила очень давно. Тогда особого опыта не было. Шила я его спонтанно. Быстро. И знаю, теперь какие-то нюансы. Хочется шить подобного, но немного по-другому, уже более практично сделанного Деда Мороза. Здесь у него голова вязаная, связанная с пряжей. Глаза пуговички. Ручки у Деда Мороза двигаются. И тем не менее, этот Дед Мороз с нами встретил примерно 7 новогодних праздников. Но я думаю, что он еще послужит. И сейчас мы будем делать подобного Деда Мороза. Но вязать мы голову не будем, а сделаем немножко по-другому. Нужен будет картон, не сильно плотный, который мы можем скрутить в конус. Шубу, шапку и варежки мы будем шить из вот такой красивой ткани. Нужен будет синтепон. Можно, конечно, обойтись все синтепоном, но шубку я буду обрабатывать. Я не знаю, у меня вот такой кусок, это не войлок. Это как спрессованный синтепон какой-то. Плотный такой материал. Возьму колготки для головы. Можно взять телесного цвета, белого цвета. А можно взять кусочек трикотажа от футболки. Бусинки, пуговицы, снежинки. И для рук, самое главное, не сказала, для рук нужна будет проволока. Здесь я взяла, вот нашла медную. Она не тоненькая. Об основных материалах я вам сказала. За основу у нас будет конус из, у меня из папки будет, вот из любого картона. Лишнее обрезаем. Сворачиваем кулечком картон. И я закрепила степлером. Можно подклеить. Дед Мороз у меня получится большой, побольше, чем первый. Можно было сделать такой конус только из одной части папки. Теперь нам нужно будет вставить сюда руки. Отступим от верха, сантиметров 5-6. Делаем пометочки. И нам нужно сделать отверстие, для того, чтобы вставить сюда проволоку. Какой длины будут руки, сейчас мы будем определять. Подогнусь здесь пополам, чтобы она была двойная проволока. Вставляю сюда. Вот такая конструкция должна получиться. Здесь можно скотчем, ниточками закрепить, чтобы руки не болтались. Сейчас я возьму синтепон и немножко придам форму нашему Деду Морозу. Синтепон отрежу полосочкой. Вот что я как раз не делала у прошлого Деда Мороза. Это не увеличивало тело синтепона. Сейчас я понимаю, что лучше это сделать. Беру кусочки синтепона и вот так накладываю. И могу немножко примотать нитками. До самого низа я не буду это делать. Вот уже что-то похоже на тело с руками. Ниточку мы можем натянуть и закрепить на картоне скотчем. Теперь мне нужно будет сшить шубу. Выкройка будет у каждого своя. Но выкройка будет абсолютно легкая, элементарно легкая. Делаю чертеж фактически у вас на глазах. Задняя часть и передняя часть. Низ будет равен половине обхвата вот этого нашего низа. Если у меня здесь 50 сантиметров в обхвате, то я беру здесь 25. Высота моего конуса составляет 30 сантиметров. Даже 28 сантиметров. 28 сантиметров. Вот эта длина, это длина рук. Не захватываем зону варежек. Вот у меня 34, но возьмите на 2 сантиметра больше. Вот эта часть 36 сантиметров. Чтобы рука хорошо вошла, я взяла 7 сантиметров. Вот такой элементарный чертеж. Мы вычерчиваем и прострачиваем. Единственное, не прострачиваем вот это место, где у нас будет для шеи. У каждого будет своя длина рук, высота конуса. Тут уж не угадаешь, кто сколько намотает сюда синтепона. Я уже прострочила и вырезала шубу. Она вот такая вот будет, как рубаха. Во всех изгибах сделать надо будет надсечки, чтобы ткань не стягивалась при выворачивании. Выворачиваем и одеваем шубу. Меряем. Основа шубы у нас есть. Большой запас брала. Длинновато немножко получилось. Желательно, конечно, обрезать, потому что мы еще будем поверху пришивать опушку различную. А можно и не обрезать. Пусть немножечко будет провисать. Но я срежу, конечно. Я прям даже вот так, не снимая шубу, я сейчас лишнее отрежу вот это все. Смотрим. Он у нас получился не худой. Теперь о том, как можно украсить шубу. Посмотрите, у меня здесь пришито две полоски. Вот этого спрессованного синтепона. Вы можете взять любой кусочек меха. Тот же просто синтепон взять. Можно пришить одну полоску. Можно какие-то пуговицы красивые сделать. Обшить рукава и низ. Расшить шубу можно различными бусинками, пайетками. А вверху здесь у меня пришит воротник. Вот воротник-стойка. Он просто пришит. Здесь даже видно нитки, как я его пришивала. И он у меня прячет то, что мне не нравится. Вот, например, мне не нравится соединение, как я здесь пришивала шубу с головой. Лишние волосы я здесь не делала. Просто вырезала вот такой воротничок. Прямо вручную его пришила. Сверху все нашито. Это все вручную. Останавливаться и зацикливаться не буду. Потому что вы каждый украсите своего Деда Мороза по-своему. Единственное, я сделала варежки без пальцев. Кто хочет, конечно, пришейте еще пальчик. А теперь займемся головой. Голова у меня будет набита синтепоном. Голова будет большая. И мне, честно говоря, жалковато набивать очень много синтепоном. Поэтому я возьму газету, помну и скомкаю из нее шарик. Ниточки берите крепкие. Создам форму головы. И обмотаю все синтепоном. Если он тонковатый, естественно, нужно будет два слоя сделать. Я засуну в колготок. У кого трикотаж, можно квадратный кусочек взять трикотажа. Оберну теперь вот этот комочек с синтепоном. Там, где будет затылок, собрать все уголки и завязать. Я хочу сегодня попробовать с чулком. Из кусочка синтепона можно сделать носик и вставить его. В магазинах продаются глазки готовые. Можно приклеить. Можно приклеить бусинки. Кому что нравится. Для глаз я взяла белые бусинки. И я их потом покрашу. Покрашу из них потом как глазки будут. Ничего не усложняю. Все очень просто. Я думаю, бусинки вы тоже дома сможете найти. Лучше, конечно, обозначить, где будут глаза. Носик можно обмотать ниткой. Более будет выразительный такой круглый нос. Я поменяла тактику. Буду делать все-таки вверху. У меня здесь затылок получится больше. Я смотрю, что синтепон немножко уезжает вверх. Потому что шапку потом даже будет некуда одеть. Попробую здесь завязать, чтобы дальше у меня синтепон никуда не скатывался. Так, нос есть. Под ним будет борода. Пришиваем глазки. Тем, кто занимается куколками и чулочными, тому, конечно, будет попроще это сделать. Не забывайте, что Дед Мороз у нас сказочный. Поэтому мы смело делаем мордашку такую, вот как нам нравится. Я вывела ниточку под носом. И здесь завяжу петельку и подтяну как бы носик. Разрисую ему глазки. И сделаем румянец. Глазки будут голубыми. Вместо бусинок можно было использовать пуговички. Ватные палочки и любую косметику. Тени, румяны. Немножко его припудрим. Сделаем розовый носик. Немножко тени сделаем. Может надо было это сделать еще до того, как пришивать бусинки. Волосы Деду Морозу я сделаю из синтепона, брови. Возьмем кусочек синтепона, обвернем голову, приложим и определимся, как у нас будут выглядеть волосы. Приложу импровизированные брови. Вот я здесь в полосочке вырезала вот такой треугольничек, чтобы как разделение было бровей. Сейчас мы еще это все подраспушим. Бровки как раз делайте прямо над глазами. Для волос я немножко вот так надсеку. Прям вот хорошенечко вот так пораспушивать надо. Можно волосы было бы сделать и подлиннее. Взяла полосочку, заострила уголочки. Вот здесь я слежу ниткой сейчас и пришью прямо под носом. Уже вижу, что Дед Мороз у меня будет очень смешной. Кому много синтепона расслоите, бороду я взяла подлиннее. Сделаю надсечки, чтобы тоже пышно потом можно было расслоить. Пластом плоским не лежало. И сейчас я ее подошью вот сюда под усы. Кто не любит пришивать, вы все это можете подклеивать. Подраспушим немного. Кто скажет, что синтепон непрактичен, уверяю вас, вот предыдущий Дед Мороз простоял у меня много лет. Это же не игровая кукла. Да, вижу, что глазки мне придется подкрашивать, потому что они у меня были недосохшие, а я уже начала тут что-то делать. Сейчас мне нужно будет сшить шапочку. Можно колпачком, а можно вот как шапочка с опушкой. Мне нужно будет померить голову. 30 сантиметров обхват головы. Поэтому я беру полосочку. Можно сложить вдвое, взять 15 сантиметров. Я возьму, наверное, побольше, чем обхват головы. Сантиметра на 2. И высоту побольше сделаю. Сантиметров, наверное, 8. Пусть будет такая большая, хорошая шапка. Вверху я сделаю вот такие закругления. Шапочку прострочила. Вырезала окантовочку. И теперь я ее просто вручную пришью. Просто буду пришивать, вот не доходя, чтобы не было красного, не выглядывало у нас. Будем примерять шапку. Настоящая шапка Деда Мороза. Нужно будет ее тоже красиво украсить. Глазки, как вы видите, я уже перерисовала. Голову пришить останется к шубе и добавить воротник. Друзья, посмотрите, как быстро и легко у нас получился вот такой большой Дед Мороз. Честно говоря, даже для меня стало неожиданностью, что он получится таким большим. По сравнению с первым Дедом Морозом. Обязательно придумайте красивый посох Деду Морозу. Я не успела это сделать. У маленького Деда Мороза посох сделан из карандаша и сшит мешочек для подарков. Ручки у нас шевелятся, поднимаются, крутятся. Можно и приветы посылать. Покручу его. Посмотрите, что сзади у нас. Можно придумать какой-то красивый пояс. Фактически без особых затрат получился вот такой у нас большой красивый Дед Мороз. У каждого получится свой индивидуальный Дедушка Мороз, которого не будет ни у кого. А я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!